Четвертый международный фестиваль для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам не обязательно» состоялся. На пресс-конференции в Чувашском театре «Кукол» организаторы подвели итоги совместной работы. Не секрет, что в России насчитывается свыше 1,3 миллиона детей с ограниченными возможностями. И на 90% их жизнь проходит в замкнутом пространстве квартиры, а общение ограничено членами семьи. Отсутствие ярких впечатлений – серьезная проблема. Фестиваль для особенных зрителей – это возможность открыть мир каждому такому человеку. По мнению народного артиста России Станислава Железкина, актеры на особенном фестивале несут важную миссию – помогают стереть границы между особенными и обычными людьми. Во время гастрольных туров иногда случаются чудеса. Я ее так протянул руку. Она пошла ко мне, обняла меня. С мамой что произошло? Которой к отцу, к бабушке не идет ребенок. И вдруг, посмотрев спектакль, она обняла меня. Ну, со мной понятно, что было. А что с мамой? Она говорит, это не могло быть никогда. И вот за этот миг стоит бороться. Четырехдневная программа фестиваля включила в себя семинары-практикумы, творческие мастерские и мастер-классы. На фестивале были представлены лучшие спектакли для слабослышащих, слабовидящих детей – детей-аутистов. Донецкий театр представил постановку «Цветное молоко». Красочные декорации, добрая музыка, характерные сказочные персонажи вызвали неподдельный интерес у особенного зрителя. В том, что фестиваль нужно развивать, не сомневается никто. Галина Федосеева обещала обсудить этот вопрос на федеральном уровне. Есть проблема, есть театры и есть большой административный ресурс в лице неравнодушных женских общественных объединений. Не могу не сказать несколько слов о мощи этого объединения, его неравнодушии, возможностях решения проблем, которые связаны с детством и с особенными детьми, детьми с ограниченными возможностями и детьми, проживающими в обычных семьях. Фестиваль за очень короткое время стал популярным. С каждым годом в Чувашию приезжает все больше театральных коллективов. В совместной работе участники учатся не только сложной технике постановки спектаклей, но и доброте, терпению, общению. Напомним, что фестиваль проводится при поддержке Федерального министерства культуры России «Союза женщин». Свой вклад в организацию вносят и Минкультура Чувашии, и наш «Союз женщин». Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика.